Вот эта фотография, я сейчас, откуда же она взялась-то? Нет, не так. Так, откуда же она взялась-то, господи, боже мой. В общем, отвечу так. Кто прислал, за чего прислал? Ну, комментирую. Письма-то нету тут. Смотрите, у человека отвалилась ветка, у кого-то из вас. Он её как мог, как мог, отрезал по облому. И теперь спрашиваю, что делать дальше. Да, кто-то из вас, да, прислал эту фотографию, кто-то из вас. Вот, ну, я ответил стандартно. Я говорю, ну что теперь? Вот эту рану аккуратненько, ну, придётся потратить на пол-литра краски. Краски такой тяжёлой, густой, масляной. Может быть, не один слой. Дать подсохнуть второй, третий. Потому что другому ничего тут не поможет. Бинтовать нельзя. Всё мешает только. Вот. И не дай вам Бог. Это я мог бы человеку просто ответить. Бывает пять минут с звонком. Не дай вам Бог закрасить вот это. Итак, очень удачная фотография для будущего учебника. Видите? А, кстати, уже кометь появилась. Вот она живица. Вот она. Вот. Чтобы вы знали. Есть рана искусственная. Она не залечивается. Может быть, этому дереву придёт хана. Из-за этой страшной раны. Вот. Но никогда не придёт хана вот из-за вот этого морозобоя. Никогда. Она уже практически вылечила себя. Подходить ни с какими щётками по металлу, ни с какими стамесками, ни с чем нельзя. Вот. Но, ещё раз, искусственная рана лечится только замазыванием. А тот, кто бы, допустим, не послушал бы вот этот мой совет, он бы мог взять и замазать, аж вот сюда. Заодно. А это святое. К этому приближаться нельзя. Морозобоины не лечатся. Нельзя лечить. Только искалечить. Добить дерево. Вот это один из моих постулатов. Естественная рана до отваливания вот этой ветки, до облавывания. Вот эта рана, естественно, сжила само собой. Редактор субтитров А.Семкин